Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Охуенное освещение, да? Качество пушка. В общем, что хотел сказать-то, блядь. Хуй даже знает. Вы многие думаете, что я, короче, обленился, отдыхаю и никуя не делаю. Вот. Хотел бы сразу вам сказать, что это так. Да нет, ладно, шучу. Я на самом деле готовлю, готовлю для вас что-то вообще прям, прям пиздец. Я, знаете, впервые, впервые, наверное, со времен изи-рэпа, да, сколько уже прошло, где-то полгода, впервые так у меня загорелись глаза что-то сделать. И, в общем, поэтому вы не думайте, что я здесь нихуя не делаю, отдыхаю, там, пиная хуи. Только что и делаю, долблю там всякую хуйню дурацкую. И ничего не делаю, в общем. Это не так. Расслабьтесь. Просто можно уметь, наверное, немножко ждать и терпеть. Не нужно просто этим жить и зацикливаться. Как бы, алло, лето наступило, идите там, погуляйте, охуенно же, на улице же вообще пиздато. Вот, поэтому забейте, постоянно спрашивать, ой, когда видео, там, вообще ждать чего-то от других людей не нужно. Просто развлекайтесь. Как бы, видео для вас должно быть не смыслом жизни, а просто развлечением таким мимолетным. Провел охуенно день, вечерком сел, расслабился, посмотрел что-нибудь. Это же заебись. Поэтому не надо из этого делать какой-то смысл жизни, блин. Не сотворить себе кумира, как говорится. Этот. Вот. Так, здорово, здорово. Привет, привет. Да все же супер. Работаем, блядь. У вас лучше как, расскажите еще, давай. Пишите, блядь. Так. Сигарет больше нет. Да, салам алейкум, Артем. Да я что-то, блин, знаешь, не спится мне. Поговорить хочется. Да, не с кем. Вот и... Ты правильно мне сказал, что блогеры, это, короче, все, этот... Какие-то все они несчастные люди. Это, наверное, так и есть. Но я не блогер, понял? Здорово, бобер, здорово. Сын не только живой, блядь, а снявший охуенную вещь. Но она ждет своего времени. Она ждет своего времени. Не, ладно, забудьте, что я вам только что сказал. Нихуя там охуенного, я ничего не снял. Я нихуя вообще не делаю. Просто подождите чуть-чуть. Забудьте. Ничего не ждите. Меня баба кинула, что делать? Слушай, друг. Да нихуя не делай, отдохни. Расслабься. Так, нахуй, надо сигарет найти. Я хочу делать рэп, но у меня нет денег. Ёбаный в рот. Братан, ты что, долбоёб, блядь. Рэп. Рэп делать не нужны деньги. Я об этом, кстати, тоже очень хочу сделать видос. Обязательно, блядь, сделаю. Запомните, нахуй. Обязательно сделаю. Про то, что нихуя не требует вложений ваши любимые дела. Вот, в частности, занятие музыкой не требует вложений нихуя. Можно сделать трек, который взорвёт весь мир наебучий микрофон за 100 рублей. Что и доказал Тантасьон. Память вечная, блин. Тот самый хит Look at Me записан вообще дома на хуйню какую-то. Ну, вы сами слышите качество. Сейчас вообще, в принципе, в музыке сведение оно поменяло свою концепцию. Если раньше надо было вылизывать музыку, делать её типа под стандарты радио, делать её идеальной, такой попсовой, прям вылизанной, то сейчас, блядь, сейчас наоборот, замечаете, что всё идёт в грязь какую-то, да? Потому что намного интереснее слушать сырое музло, нежели вылизанный попсовый трек. Такая хуйня, блядь. Как продвигать? Ну, смотри, братан, ёбаный в рот. Сейчас я тебя нахуй забазарю. Подожди, только сигарету возьму. Ой, пизда. Салюты, ебашут. В общем, так. Ёбаный в рот. Как продвигать своё творчество? Слушай, я придерживаюсь той версии, что если ты что-то, ты вот прям реально охуенно самобытный крутой артист, то рано или поздно тебе самого найдут, чувак. Но этого нельзя ждать. Просто нужно работать и делать в своё удовольствие. Шаришь? Вот ты не пиши треки, как у кого-то, типа, не копируй чей-то флоу, там, блядь. Точнее, не старайся сделать круто, а старайся сделать, как это делаешь ты. Чтобы это было только-только у себя, короче, только у тебя. Чтоб ты был уникальным. И тогда, чувак, тогда всё будет. Сейчас в России очень сильно развивается музыкальный бизнес, и лейблы, вы, наверное, даже не знаете, что в России до хуища лейблов пооткрывалось. И они все сейчас подписывают молодых артистов. Сейчас на музыке делаются охуенные деньги. Сейчас молодой фрешман, который хоть немножечко стрянул, он может на своей музыке уже спокойно жить. Это сто процентов. Поэтому, если вы действительно крутой самобытный артист, то, не волнуйся, тебя найдут. Просто либо лейбл тебя найдёт, нахуй, либо слушатель тебя сам найдёт. Такая хуйня. Но помнить нужно обязательно, что рынок перенасыщен. Музыкальный. Поэтому нужно быть очень уникальным, самобытным. Я открою вам секрет, дорогие друзья. Я в Испании. Я в Испании, но я не в Барселоне. К сожалению, может, к счастью, не знаю. Я не в Барселоне, я в городке небольшом, который на побережье. Тут спокойно и тихо, и прекрасно. И это охуенно. Ненавижу большие шумные города. Типа пугают они меня, они давят. А здесь так спокойно. Население хуево знает сколько тысяч. Триста, наверное. Супер вообще. Рынок недосыщен? Ну, бля, нет, чувак. Слишком много музыки и слишком много артистов сейчас молодых это делают. Вот в чем дело. Да, я слышал что-то о сыне мамины подруге, сын подруги твоей. Нет, тогда не знаю. Скизару? Да, блин. Я не знаю, вам до сих пор это интересно? Мне, в принципе, я на самом деле с радостью бы с Олегом встретился из благих побуждений. Мне, ну, правда, очень интересно, какой он человек. Прям пиздец, как интересно. Но я, к сожалению, у него в ЧАЭС. Вот. А приезжать как-то ехать, искать куда-то это такое себе. По городу ходить так под каждым камушком Олег. Олег. Вот. Но я, к сожалению, в ЧАЭС до сих пор. Прямо даже грустно стало. Как будто любовь потерял. Катамерлану тусоваться, блядь, с радостью. Но, к сожалению, не могу. О, Сычевская, Сычевская, здорово, как там оно вообще? Я так и... Надо нам с тобой, наверное, познакомиться, блядь. Не понимаю, я кто ты. Фокус, фокус, фокус. Блядь. Ну, пиздец. Ну, короче, ладно, извините, пожалуйста, за качество, но, типа, это... Хуй знает, цвета нет здесь. Да, я слышал про Ваню. Да, успокойтесь, не пойдет вон в армию, нахуй. Я... Военный билет, сука, в описании, блядь. Не буду я тебе звонить, отстань. Блин, ну, плохой человек, не знаю, блядь. Не знаю. Я вот искренне надеюсь, что это все некий образ, короче. Хуй знает. Мне бы очень хотелось реально узнать это. Так, что... Да, я видел, 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 видел. Кому пизда? Кому там пизда? Расскажи, как и где записывать первые песни? Дома, братан, дома, блядь. Дома, братан. Знаешь, вот вообще, в принципе, мне кажется, что если демка трека, сырая демка, прям хуевая демка, которую ты с первого часа записал, такой, типа, просто попробовать на какое-нибудь говно микрофон, не знаю, если она уже пиздатая, вот ты прям, ты чувствуешь ее, она пиздатая, значит, она будет пиздатая. А как ни своди, блядь, как ни выравнивай, там, автотюна не въебывай, не добьешься ты нихуя того, чтобы трек был пиздатым. Он должен в сыром демо-варианте звучать пиздатом. Тогда все будет. Так, что тут? Меня не пустили в клуб из-за тебя. Блядь, прости. По футболу, вот, кстати, нихуя пиздец. Чемпионат мира вот этот, я ебал. Вообще не понимаю прикола. Не понимаю. К флэшу отношусь я охуенно. Пиздатый. Прикольный парень. Но мне кажется, он слишком, чуть-чуть, чуть-чуть, совсем, совсем чуть-чуть, знаешь, пытается из себя кого-то показать. Не в обиду. Вот, мне кажется, если вот эта хуйня уйдет, если он станет прямо вот таким вот, ну, типа, блядь, да, вот я такой, мне похуй, я вот настоящий, я чувак. Вот, ну и похуй мне. Тогда он вообще, блядь, разъебет. Когда ему зло делать, слушай, дружище, да блядь, каждый день, каждый день я его делаю. Ты не представляешь, сколько говна уходит в стол. Ты типа за день можешь написать по две песни, блядь, и просто их удалить, потому что, ну, оказалась хуйня. Вот так вот. Он должен стать собой. Да, да, хуйнем сказал. Ну, а что поделаешь? Таков уж, так хуйню ты говорил. Как будет стена по-башкирски? Блядь, слушай, я не знаю. Ни ебу. Давай, пока. Уйди, блядь. Трилпил тоже. Трилпил вообще царь бог. Трилпил мы когда-нибудь с тобой фитовать будем, понял? Да не спрашивайте вы когда клип, когда видео, вы че, блядь, думаете, я этот что ли нахуй? Скажу вам сейчас, вот такого-то числа у меня выйдет клип, а вот такого-то числа у меня выйдет и видео. Пошли вы в пизду. Не надо ничего ждать. Как только, ну, как только, так сразу. Не, вы если хотите, как бы, блядь, я могу вам каждые три дня видосики делать, вот вообще, охуйня всякой, вот типа, ебаный в рот, всем привет, мы сегодня идем гулять, вот это, я хожу, ходьба, блядь, в каждый видосик по рекламе, блядь, и сделаю себе много баксов, куплю тачку, и вообще канал удалю. Я могу, кстати, наверное, так и буду делать. Все, договорились. Значит, завтра новое видео, ес, через три дня новое видео, еще одно будет ес, потом мы постримим, мы пособираем донаты, а потом новых два видео сразу в один день выйдет, йоу, и новый альбом завтра. Да идите вы в пизду. Вот. Не, ребят, блин, ребят, фу-фу-фу-фу. Ублюдки, блядь. В общем так, когда, когда вот в этой хуйне в голове моей, в котелке ебучем, появляется, как только появляется охуенная идея в этой хуйне, сразу же выходит видео. Если видео долго нет, значит, там все хуево. Вот. Поэтому не надо, не думайте, я же, я же не телешоу, я же не Николай Соболев, не какой-то коммерческий проект, типа, который выходит по расписанию, блядь, с целью зарабатывания лавэ. Не, не, не. Канал, в первую очередь, это чтобы себя реализовывать, высказывать свое мнение, творить хуйню, всякое, творчество, шаришь. Вот так. Ой. Поэтому, извините, если долго нет видосов, значит, я, ну да, вот типа, ну, я ничего, значит, не могу придумать интересное. А кормить вас говном, извините, я не буду. Извините, пожалуйста. У вас для этого есть очень много других, там, как это сказать-то, блин, ссылок на каналы YouTube. Ты пиддир, ты пиддир, сука. Олег, здорово, блядь, надо написать ты пиддир. Охуенно звучит, буду везде теперь так писать. Много было врагов до того, как стал популярней, что, блядь, что нахуй. Никогда у меня не было врагов и не будет, потому что это глупо. Кого-то ненавидеть, это глупо. Ты тратишь, как бы, на это свои эмоции, свои силы, на то, чтобы, вот, ай, я тебя ненавижу, блядь, как ты меня бесишь. А ему похуй. Не надо иметь врагов бесполезно. Чё, когда, когда в универ зайдёшь и скажи, вот, чего я добился. Да зачем, ну это, блядь, такое нахуй. Слишком, это слишком, слишком банально. Надо сделать чё-нибудь поумнее и интереснее. К лизеру отношусь тоже супер. Молодые пацаны просто горят, блядь, ебашить, горят. Самое главное сохранять вот этот огонь в глазах. Потому что, когда огонь в глазах потух, всё. Это можно считать смертью, в принципе. По жизни, блядь. Хотя, его, наверное, можно поджечь ещё раз. Нихуя себе. Чё, вам вообще похуй, да, что качество говно, блядь? Красавцы. Правильно. Вот видите, я об этом и говорю. Если демка сырая, она качает, значит и трек будет качать. Крикни, эшкерия, ёбаный в рот. Когда сдохнешь, слушай, блядь. Когда сдохнешь, я не знаю, братан, к сожалению, никто этого не знает. Почему глаза красные? Да не, братан, это просто, ну, освещение такое. Иисус жив. Не знаю. Дорогие мои уважаемые, перестаньте про икса спрашивать, ну, пожалуйста. Ну, сто раз уже сказал, ну, хватит, хватит. Червяк ебаный. Блин, круто. Спасибо, что поднимаете настроение. Вот видите, это работает бумеранг. Я как бы вам поподнимал настроение, там всяких наснимал, хуйни там, да, а теперь вы мне пишете червяк ебаный, и я такой, ха-ха. Вот за это большое спасибо. Правда, что ты прячешься в Уфе? Слушай, братан, нет, не прячешься. Пиздишь, так, что, что я спиздел-то? Я забыл, что я спиздел. Наверное, не пиздел. Питаешься? Бля, вот знаешь, хуёво питаюсь, братан, ебанно питаюсь. Надо с этой хуйней как-то завязывать. У меня отчество Тагира Витчичи. Вот, там большое радужное сердце прилетело. Это, наверное, какой-то пидор поставил. Видите, там большие радужные сердца летят. Это какой-то бедник ставил. Не, я толерантен, толерантен, абсолютно. Тут гей-парад скоро будет, я пойду. Я должен это увидеть, я обязан это увидеть. Хова не враг. Нет, вы чё, какой Хова враг? Чи-чи. Ну, давай же, давай же. Кто переплюнет чувака, который назвал меня червяком ебаным? Пожалуйста. Покажите, что вы можете сильнее. Это, это как я кричал на концерте. Я знаю, что вы можете жёстче. Вот я знаю, что вы можете жёстче, чем червяк ебаный. Пошлая Молли красавцы. Охуенно делают. А знаете, сейчас начнётся эра таких панк-групп, и Пошлая Молли это те, кто первые начали шарить. Теперь все будут, даже вот Ильич недавно сделал с Музыченко трек, вообще нихуя не похоже на Пошлую Молли, но там есть гитара, и все пишут Пошлая Молли, Пошлая Молли. Так что вот. Эти чувачки во главе с зеленовласым бледным парнем, они как бы дали старт жанру в России. И теперь всех, кто в этом жанре будет делать, их будут сравнивать с ними. И это очень сильно. Это как Фараон в своё время сделал. Все, кто после Фараона был, его начали сравнивать с Фараоном. Шарите? Такая хуйня. Фикус охуевший. Ну так, такое нахуй. Не хочу спать, пиздец. Не знаю, что делать. Брат, здорово, блять, брат, привет нахуй. Как дела? Кутом башни. Когда изи рэп, мы договорились, что я вам отвечу в следующем видосе. Я свои слова сдержу. Понял? нахуй. Расскажу всё, блять. Поребрик поёбанный. Вот это прикольно звучит. Спасибо. Поребрик поёбанный. Червяк ебаный. Червяк ебаный. Скажи что-нибудь по-татарски, блять. Мин сены яратам. Шаришь? А ты правда знаком с Питером Паркером? Да, слышь, паутину плетём вечерами. Блин, простите, в директ редко захожу, пиздец. Вообще, в социальные сети стал редко заходить, потому что эта хуйня из-за лупа бесполезная вообще. Почему голова квадратная? Бля, я тоже об этом всю жизнь думаю, братан. Я не знаю. Вот так вообще пиздец. Так чисто губка боб ебать. Его, брат. Бля, вот вы вообще видите эту хуйню? Бля, всё, делайте, короче, мемосы, пока нас тут бомбят. Как поднять бабла, если я бедный студент? Слушай, хуй знает. В этом я не силён. Я в переходе играл. Я больше, я вообще не знаю, что такое работа, типа шаришь. Я один раз, как это, блядь, тарелки в ресторане мыл. Но это вообще залупа. Мне в переходе нормально было играть. Такая хуйня. Блядь, какое жёсткое, какое жёсткое музло. Чё, по-тыкаше? Во-первых, не тыкаше, а такеше, да? А во-вторых, хуй знает, нормально всё. Гонфлат охуенный даже. Гонфлат пушечка. Красавец вообще парень. Разъёбывает. Вообще, молодых артистов дохуя стало. Красавцы прям. Ух. Горжусь. Чё фи ты? Чё фи ты, блядь? Постоянно пишите фит, фит, чё фи ты, блядь? Не утикаше, а такеше. Ты, блядь, чё, нахуй, с Тиммэкси спорить собрался подвоёк? Тебя как возьмут всей, всей Blackstar-банды приплюснут, нахуй. И всё. Покажи тату, блядь, вот смотри, вот смотри. Это, ну, блядь, вот смотри. Птичка, тут птичка. Посмотрел, заебись доволен. Тебе чё это? Ты, ну, чё, счастливее стал? Не надо, ну, хватит. Нет, не Донбасс, всё нормально. И там, я надеюсь, всё хорошо. По планам, братан, да, всё супер, пиздец. Вам пизда. Взрослый вроде человек, Олег, Олег Войленко, пишет, а ты пипить-ка. Сильно. Хули ещё сказать. Поребрик поёбанный. Анальный Марио тоже неплохо. Новое видео? Ну, слушай, братан, я, блядь, иди ты там, пошёл ты. Я же уже, я же уже рассказывал. Извини. Прости, пожалуйста, что это грубо. Фит с Янг Львом, блядь, с радостью. Нахуй, только, блядь, как это, это расстояние, понимаете, нас разделяет расстояние, а любить на расстоянии сложно. Как-нибудь, если он окажется где-то, где окажусь я, или я окажусь там, где окажется он, мы что-нибудь придумаем. Когда альбом, альбом, слушай, а я не знаю, мне кажется, пока рано, бесполезно сейчас делать. Фит с Лилпампом, окей. Передай ему, что я согласен. Ещё тату на лице, я думаю, да, потому что это, знаете, это как, это как наркота, тут не остановишься, после первой. ты чё моросишь? Хуйня из-под ногтей. Ой, блять. Кстати, знаете, кого я недавно вспомнил? Вот, если кто не шарите, Алекс Дарк Сталкер 98. Вот это человек, вот это гений. Запомните, Алекс Дарк Сталкер 98, по-английски, латиницы, короче. И этот, блять, как светло. И всё, я вам пизда. Это гений, гений. Это гений своего времени. Я думаю, найти надо его, нахуй, его надо найти, и с ним делать совместно панк-группу. Иди нахуй пишет. Ну ладно. Почему так редко выходишь на контакт с подписчиками? Фу, блять, какое слово хуёвое. Ну редко, да, потому что был занят очень сильно. Дорогие господа и дамы, блять, ублюдочные. Был немножко занят. И как-то не хотелось даже вообще, чтобы меня кто-либо видел. Бывает же, у вас по-любому же такое бывает, что, ну вы не хотите, чтобы кто-то вас видел. Просто запереться где-нибудь дома, да, и сидеть. Бывает же, ну у вас такое, ну правда? Бывает? Вот. Вот и у меня такая ж хуйня была просто. Всё, сейчас этот, вернулся в строй, так скажем. Ой, ебать, там просто хардбас начался. Да не забрали фейсы в армию, ёбаный в рот, успокойтесь. И у меня аж экран красным стал. Бля, изо рта у меня воняет, да? Прости, братан, пиздец. Я надеюсь, сталкер не потерялся. Я надеюсь, он всё ещё жив. когда обратно в переход, хуйня, такими темпами скоро. Да, я на ЧМ. Нет, я не на ЧМ. Я дезинформирую вас, как Николай Соболев, поняли? С кем фит мечтаешь? Бля, мечтаю. Не знаю, ни с кем, наверное. С Ганзо Роузу, блядь. Ладно, давайте, слушайте, сладких снов нахуй. Ух ты. Сладких снов. Слушайтесь, родители. Ну, аккуратно только. За головой думайте. Чё вам ещё пожелать? М? Не сравнивайте себя с другими людьми, да? Живите так, чтобы ни о чём себя не спрашивать перед сном. И будет всё заебато. Сладких.